Приветствую каждого игрока от овощи до статиста на моем канале с вами зав и сегодня мы будем обсуждать vk 90 01 п это один из танков топовой коллекции которая нынче продается и у нас в нашем телеграм канале проходил опрос опрос какую тачку вы бы хотели увидеть собственно vk 90 01 п победил хотя чифтейн был на втором месте и его мы тоже обязательно обкатаем скорее всего завтра вот а сегодня весь ролик будет посвящен вот этой машине vk 90 01 п его сейчас считают одной из лучших машин на уровне то есть каждый вот каждый хочет его себе в ангар поставить так ли он на самом деле хорош обсудим рассмотрим все узнаем и кстати я тут вчера пошаманил немножко со звуком пишите мне насколько хорош звук или насколько плохо он стал или может он вообще не изменился по вашему мнению просто расскажите ваши впечатления но если вам не сложно так ну и хорошо ладно давайте попробуем давайте попробуем раскрыть эту машинку дпм мы особо не выделяемся у нас дпм плюс-минус такой же как у многих других тт 10 уровня альфа чуть-чуть повыше до 460 альфы у нас в принципе то же самое что у са седьмого то же самое что у вазика 111 или как он там до 111 по моему да вот по пробитию мы отличный аппарат у нас пробитие очень мощная 275 миллиметров этого хватает чтобы пробивать на практически все если вы попадете конечно плюс у нас есть некоторые уэнчики а ну вот про то что попадете как раз сразу увидели да там у нас есть еще оборудка с которой я не катаю калибровка прицела вот по большому счету с ней можно конечно катать но вы не всегда сражаетесь противниками на каком-то удалении а в ближнем бою по сути она особо не нужна поэтому я предпочел кататься без нее попробую сейчас все-таки с эмилием сразиться принципе у нас шанс против имели есть чем выделяется этот танк среди всех остальных танков броней броней вот он действительно выделяется брони у него прям до хренище очень много очень много брони самый наверное бронированный тт из десяток особенно один на один эта броня раскрывается когда несколько врагов у вас начинаются проблемы вот по-честному говорю начинаются действительно проблемы успел и успел так еще и подставился же друг вот смотрите три снарядика не ну два снарядика до 2 снарядика танканули у фэшника это уже неплохо правда мы проигрываем капитально я вот не знаю что я буду делать сейчас как только они загрызут крана они же приедут за мной а мне ему даже не помочь мне туда просто не перекатиться бронепробитие конечно хорошее но лучше чтоб наверняка кинуть голдой ну ладно занимаем какую-нибудь удобную позицию и пытаемся что-то там как-то прожить до конца времени которая тикает у нас первый бой конечно получился такой себе ну ладно может быть броню хотя получится раскрыть хотя вряд ли на самом деле те кто хотят пробить те пробьют и пробьют довольно легко кд долгая поэтому мы не успели даже дать еще одну тычку и дожить к сожалению я тоже не успел вроде как сражались весь бой но наши что-то очень быстро отлетели 2000 урона у нас получилось надеюсь в следующем бою получится как-то лучше 9000 кредитов на сливе и что тут мы имеем ну говорю команда слилась очень быстро прям моментально я вот даже с эмилем банально разобраться не успел как уже от нашей команды никого не осталось обидно обидно ладно давайте в следующий бой а я вам пока покажу его характеристики дпм 2621 ну опять-таки плюс минус тоже самое что у других танков есть конечно танки которые действительно обладают выше дпм и вот на них играть мне как-то приятнее особенно касается это вазика 5а пробитие 275 миллиметров то есть сразу чувствуется что есть все таки какой-то перекос в плане бронепробития так бы еще не начался по сведению по сведению по разбросу танк не очень точный но он конечно точнее чем некоторые допустим чем тот же из 7 допустим чем тот же маус потому что у них пушки ну плюс минус похожи но все равно точности не хватает для того чтобы выцеливать каких-то противников все-таки точности нужно ему больше на мой взгляд ну видимо для этого калибровку прицела ему и далее но опять таки когда ездишь калибровкой прицела то у вас нету двух ремок а катки ему сбивают очень часто потому что целится в нлд-шку ты мансишь вот так вот пытаешься мансить и в нлд-шку в итоге либо попадают либо не попадают а если не попадают то они попадают в катки и соответственно их сбивают ну а когда у вас биты катки то вы ничего уже не представляете никакой опасности вас можно крутить вертеть что угодно с вами делать идеальный вариант для вк это лоб в лоб в клинче но такого расклада конечно практически не бывает то есть очень сложно найти какого-нибудь такого же дурачка который выкатится на вас и будет с вами в клинче пытаться мериться броней очень сложно очень сложно прям почти нереально обычно когда кто-то вас видит он старается как-нибудь вас выцелить дать одну плюху и быстренько куда-нибудь от вас уехать а если ему нужно через вас проехать ну то есть как-то продавить направление то он принимает волевое решение вас крутить а крутится этот танк замечательно в плане для врагов он крутится замечательно для вас он крутится очень медленно потому что у него скорость поворота шасси всего лишь 25 градусов ну скорость поворота тоже мне хоть это 25 градусов ну правильно вроде сказал да скорость поворота так и называется вот из-за этого конечно есть некоторые проблемы плюс скорость самой езды у нас всего лишь тридцаточка всего лишь тридцаточка лицаточки ну как вы понимаете не хватает чтобы объехать кого-нибудь уехать от кого-нибудь вы в любом случае подставляетесь под противника сейчас заберем надеюсь твп так ну ладно он там подставится под кого-то значит кину допустим в объекта объект тоже не хочет подставляться позже ну заберите кто-нибудь твп вот знаете не люблю ругаться но чего-то они стояли того вот они ждали наконец-то то есть стоит твп я специально за ним не еду потому что я его не догоню потому что у меня будут с ним проблемы я стою пытаюсь пт-шку рисануть она с той стороны уже опять смели бои прям суперски каждый бой лучше другого то есть тут еще и две пт-шки а и нас всего двое осталось прекрасно просто супер у этих ребят бронепробитие такое что даже с учетом суперской брони они все равно могут пробить он в нлд-шку попал в принципе не мудрено я бы тоже на его месте так сделал ну и вот куда мне тут ехать чем не тут сделать по уэнчикам у нас 10 градусов но 10 градусов только на борт то есть если мы в клинче он так вот 10 градусами не воспользоваться вперед 10 градусов у нас нету по крайней мере мы настреляли 3000 то есть вы видите что один этот танк ну практически ничего не может а когда команда не работает ну что поделать как только его окружают он очень легко откисает 38000 кредитов и слушайте два нуля 200 урона 300 урона вот я не знаю с кем они там сражались как они сражались дальше там 900 урона у объекта 84 это к которому я как раз на съедение оставил твп думал он его доберет но он видите решил не добирать и торт который меня единственный прикрыл один раз вот твпшку он забрал по большому счету все торт тоже был бесполезен суперская команда просто великолепная все игроки должны молиться на такие команды на таких игроков ладно ничего не вырезаю по и идут подряд поэтому как играется века вы видите то есть сам века вроде что ты себя представляет но с командами ну капитально не везет первый бой ладно там я еще может сам лажанул может надо было как-то в другое место поехать но втором бою я не знаю я весь бой сражался весь бой сражался хорошо давайте посмотрим так вот по поводу 10 градусов я вам сказал да но 10 градусов они только на борт то есть вот смотрите здесь у нас всего лишь 4 градуса вам не видно наверно вот смотрите 4 градуса то есть вот я опустил пушку это максимально она опускается вот здесь уже начинается 6 7 8 10 все вот отсюда у нас уже идут 10 градусов у венах то есть только на борт у нас пушка поворачивается и дает нам 10 градусов сзади кстати тоже 10 градусов но нам надо уже ехать, поэтому рассматривать именно пушку, наверное, мы больше не будем. Хорошо. Давайте попробуем хоть в этом бою как-то реализовать эту машинку. Я думаю, хоть в этом бою у нас должно все получиться, и мы все-таки должны выклевать победу. Надо же посмотреть, хоть фармит она или нет. Правильно? Правильно. Так. Хотя, по-хорошему, конечно, такие бои, наверное, никому не нужны. Нужно показывать, что машинка нагибает, что она всех уничтожает. Но на самом деле, ребята, это далеко не так. ВК на самом деле не настолько хорош, как его рисуют. Более подвижные танки, они лучше себя чувствуют, нежели вот такой исполин, как ВК. Когда ВК едет на кого-нибудь, он его, ну, либо не догоняет, либо его крутит, этот кто-то. Очень редко получается сражаться с противником так, чтобы он не имел перед тобой каких-либо преимуществ. ПТ-шки будут вас пробивать. Вот где-то там ПТ-шки стоят, фиг его знает где. Так, ну чё, ВК? Ты хочешь проехать? Ну так езь. Бабаха, ты хочешь проехать? Ну так ты езь. Почему вот я должен ехать первым? Мне вот вообще не хочется ехать первым. Пугасом долбанёт меня бабуля. О, нормально, броня не пробита. 275 миллиметров бронепробития. Ну ладно, я там в маску попал, мне кажется. Пускай будет так. Ну или в пушку ему попал. Тоже в пушку может быть. Да ну вот... Я не знаю, я цели что ли криво или что у меня? Сегодня день откруточки? Ну как так могло произойти, чтобы я попал в какой-то кусочек, который у него рикошетнёт? Ну в этот раз хотя бы попал. Хотя на самом деле, наверное, надо было 50Б просто добрать. Давайте так и сделаем. Бог с этим Викерсом. Ага, 50Б. Уже всё. Давай, Викерс. Один на один, опять-таки, ВК чувствует себя очень хорошо. То есть один на один он с противниками справляется. Но как только он оказывается в окружении, всё заканчивается очень быстро. Очень быстро. То есть если тот же Маус или, допустим, даже ВК 90-01П, ой, 90-01П, 72-01К, вот, они живут как-то дольше. То ли у них, ну не знаю, что-то помогает им выживать, то ли из-за того, что у нас есть уязвимые зоны, в которые пытаются выстрелить противники, и их можно разводить, это как-то помогает им выживать. Ну, вот что-то есть всё-таки у этих танков, чего нет у ВК 90-01П. Ладно, тут по крайней мере победа, но победа такая какая-то, пустяковая, то есть я не чувствую того, что я здесь как-то смог раскрыть эту машинку. Давайте ещё попробуем немножко урона настрелять, чтобы у нас хотя бы две с половиной тысячи было. А то оно совсем некрасиво. Какие-то цифры просто смешные. Держи, дружище. О, без подбоя ездишь? Молодец. Одобряю. Ребят, меньше подбоев возите. Кому нужен этот подбой? Нужно, чтобы вас сливали мгновенно. Так, того парня, скорее всего, и без меня убьют. Ну да, да, да. Интересно, почему же полетел снаряд вниз? Почему он полетел ниже, чем я целился? Целился-то я в борт и стопроцентно целился в борт, но снаряд решил, что нужно полететь вниз. И поэтому я ещё одной плюхи решился. А так было бы 300, 3500. Ну, плюс-минус урона. Вот, и ещё плюс я мог по бабахе дать. Все 4К могло быть в этом бою. То есть настреливать на нём можно. Вот, наконец, у нас нормальный адекватный урон. 51 тысяча кредитов у нас получилось. То есть по фарму он не алё. Ну, тут сразу видно, что он не алё. По фарму есть намного лучше аппараты. Тот же Чифтейн будет фармить намного лучше. Тот же Т95Е6 будет фармить намного лучше. И на них, ну, даже отыгрывать будет как-то веселее и интереснее, нежели на ВК. И если вот вы желаете именно ВКшку получить, то на самом деле она может быть того и не стоит. Может быть, вы расстроитесь, когда вы её получите. Давайте досматриваем. 140% у нас коэффициент фарма. Это довольно низкий коэффициент фарма для десяток. То есть, есть танки, у которых есть 150. И вот 150 это круто. Но 140 это стандартный коэффициент. И у нас 54-65% побед. Многие блогеры хвалят ВК. Очень многие блогеры хвалят ВК. Но, опять-таки, я вам повторюсь, он не всегда настолько хорош, насколько его разрисовывают. Тут к нему тоже нужен особый подход. Давайте посмотрим на его бронирование. Значит, борта у него действительно крепкие. 140 мм. Вопросов не имею. Но есть нижняя часть. Она 120 мм. И когда вы пытаетесь танковать от бортика, то чуть-чуть вы каток вот так вот довернули, и здесь уже все пробивается. Очень легко все пробивается. И этим пользуются противники. Многие противники. НЛДшка. 270 мм. Но когда переключается кто-то на голду, сюда очень легко пробить. Поэтому определенные прорешины у нашего аппарата супер броневого все-таки есть. Давайте последнюю карточку сейчас сделаем. Еще немножко по броне поговорим. И потом я вам скажу свое решение касательно этого танка, свою рекомендацию. Стоит ли пытаться спотеть в него там, я не знаю, тратить кучу денег на контейнеры. Там этот контейнер стоит 2290 рублей, по-моему, если я не ошибаюсь. Может быть ошибаюсь, конечно, надо посмотреть. Но в любом случае это очень дорого. И шанс того, что вы вытащите где-то то ли 25, то ли 20 процентов там, в зависимости опять-таки от контейнера. А это не очень хорошо. О, прикольно. И со 6-го сюда пригласили с нами посражаться. И с 6-й. Что ты тут забыл? Хочешь сразиться с десяточками. Бедолага, видимо, с девятками катается там. Пожалуйста, супер, конь нас выцелил. Так, а это уже нехорошо. Нас тут что-то окружают с многих сторон. И с 6-й нас пробил. И с 6-й нас пробил. Понимаете? Ну, я, наверное, башню отвернул. То есть, я не понимаю, как из 6-й мог нас пробить, но пробил. Вот это сильно. Нет, тут надо было однозначно отступать, потому что если бы я дальше продолжал стоять, то, скорее всего, это бы закончилось тем, что меня бы выпилили. Надо подождать наших союзников, которые около дамбы там катаются, сейчас какой-то хренью страдают, ничего не делают, по сути. Ну, давайте быстрее, ребята, ну что? Сколько вы будете еще там стоять, сидеть, и не знаю, чем вы там занимаетесь? Вот кого они, интересно, ждут? Ждут, пока мы тут всех с вами развалим? Их там трое, четверо даже, да? Ай-яй-яй. Ну ладно, хоть в гусеницу попал. Хотя бы так, хотя бы так. Сейчас надо напасть на этого коня, скорее всего. Попытаться с конем разобраться, пока там развлекаются эти ребята. Пока там развлекаются эти ребята. Или от СА-6 избавиться? Ладно, давайте избавимся от СА-6. Здесь прям мощная заруба какая-то. Единственное, что я в этой зарубе чувствую себя каким-то безруким. Как-то для меня ситуация складывается не так хорошо, как хотелось бы. Вот опять-таки, на каком-нибудь ИС-7 я бы чувствовал себя сейчас намного приятнее. Потому что на ИС-7 есть скорость для того, чтобы вкатить. Вот сейчас я не могу вкатить допустим на того же СТБ, просто поехать тупо за СТБшкой. Потому что СТБшка меня обгонит, уедет от меня, так еще и может меня гончить. Так, хорошо, танканули. Давайте, пацаны, давите его. Пробьем? Пробьем. Хорошо. Бронепробитие все-таки 275 миллиметров нам помогает. Хотя, на самом деле, он был под довольно-таки шикарным углом для этого танка. Ну, то есть, я был снизу, он был сверху. Мог бы и не пробить. Вполне мог бы и не пробить. Ну, даже в этом бою мы, гое как, 2800 настреляли. Двух врагов даже как-то умудрились убить. Хотя, мы сражались с ИС-6. Ну, и с 6, заметьте, все-таки нашел точку, с которой он смог нас пробить. Молодец, и с 6. Вторую степень мы получили. 2800, 47 тысяч кредитов. Ну, то есть, вот фарм стандартный. 47, там, 48 и даже не ударил грязь лицом. То есть, настрелял более или менее адекватно. Окей, из 4 боев, которые у нас были, в принципе, 2, даже 3 было более-менее адекватных по урону. Вот этот был слабенький, 2100. То есть, здесь я ничего не успел сделать. Но там наши союзники очень быстро отлетели. Здесь 3300, я накидал. Здесь у нас получилось 2962, и здесь 2827. Все бои были отыграны подряд, то есть, я ничего не придумывал. Так действительно играется ВК. Обычно ребята просят показать мой процент побед на танке. Давайте я покажу. У меня 59-60% побед на этом танке. То есть, на нем у меня не очень хорошо получается играть. Можно лучше играть на нем? Я уверен, что на нем можно играть лучше. Но вот мне он не дается, потому что он медленоватый, потому что мне постоянно на нем не хватает скорости. Теперь по броне. Как я и сказал, есть прорешены. Возможно, когда я вот так вот отвернул башню, то есть, он где-то здесь нашел там 220 миллиметров. Да, вот видимо здесь нашел эти 220 миллиметров, и именно сюда он закинул этот ИС-6. Потому что по-другому я объяснить то, как он меня пробил, не могу. Здесь слишком много брони для ИС-6, тем более ИС-6 обычно играется на непробивной пушке. Обычно. Я не знаю, на какой пушке этот ИС-6 играл. И сзади у нас 143 миллиметра, то есть, здесь в принципе брони дохренища и даже фугасные монстры скорее всего вас не пробьют. Ну, кроме какой-нибудь бабахи. Бабаха, да, может еще лупануть вас где-нибудь по заднице, но под бабаху в принципе не стоит подставляться задницей никому. Так что к минусам я не могу это отнести. Брони УВК действительно хватает. Даже вот этот лючок это очень плохо пробивается. Тут на самом деле очень сложно его выцелить, потому что у него тоже миллиметраж нехилый, 200 миллиметров, и плюс есть всякие вот эти округлости, которые не пробиваются. Хотя если вот сюда лупануть где 300 миллиметров, вот здесь вот 300 миллиметров с какой-нибудь такой шикарной пушки, например, того же Яги 100 или гриля, может быть пробьется, но не факт. В принципе самое элементарное это кидать в НЛДшку и вы будете его пробивать вообще в легкую. Просто легчайше. А еще лучше просто заехать к нему в борт и все. И он сразу тает. Когда вы стоите около борта его, когда вы пытаетесь его там как-то подзакрутить, он обычно не успевает за вами. Вообще никак не успевает. Ну, это расплата за броню. То есть забрали скорость. Стал бы я рекомендовать танк получению многим ребятам? Нет, однозначно бы не стал. Давайте я сейчас еще посмотрю. Кстати, сколько он там стоит? Давайте посмотрим контейнеры. Так, это Aston Rex. Вот он. Да. 2,290, как я и сказал. И шанс его получения в 25%. Все. То есть за 2,290 я бы не пробовал его покупать. Слишком дорого. Не факт, что вы танк получите. Ну, как бы шанс один к четырем. Тот, кто любит играть в лотерею, ну, может попробовать. А в оси прокатит. А для большинства игроков, конечно, я не рекомендую его попытаться получить данным способом. И даже купить его за 25 тысяч, я считаю, ну, не самым приятным вариантом. Лучше попытайтесь его с какой-нибудь коробки достать, если вам повезет. Или, допустим, купить его за 20. Там вы его обкатаете, поймете, что вам на нем не очень нравится играть. Потому что я вот общаюсь с ребятами, и те, у кого много танков, они на самом деле в ВК такую шимбу не видят. И вам я тоже не советую грезить о том, что он будет прям всех разрывать, нагибать и все такое. Ну, опять-таки, это только мое мнение, это только рекомендация. Может быть, вам танк зайдет, и вы будете на нем реально нагибать, всех рвать. Дело за вами. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Надеюсь, теперь вы более или менее осознали, что это за машинка ВК, как он играется. Ну, 3000 урона на нем вообще можно в легкую держать, то есть проблем никаких нету. Я почти в трех у вошел, но вот чуть-чуть не дотянул, чуть-чуть не дотянул. Ну, а в первом бою, вы сами видели, у меня порвали как Тузи грелку, и то самым последним я ушел с этого поля брани, и там бой закончился за две минуты. Двухминутные бои, и это, конечно, не бои для ВК. Спасибо, что досмотрели этот ролик до самого конца, и всем пока!